Уже в это воскресенье страна отметит День защитника Отечества. Даже в праздничные дни дозорные рубежи нашей Родины не отдыхают. Днем и ночью в высокогорном Цунтинском районе пограничники заставы Терутли несут боевую вахту. Чтобы поздравить сражей границы, в заснеженные горы на вертолете отправилась и наш корреспондент Луиза Раджабова. Ей слово. Эти заснеженные горы Цунтинского района граничат с Грузией и охраняются пограничной службой ФСБ России по республике Дагестан. Добраться сюда достаточно сложная задача. Один из вариантов только вертолет Ми-8. Здесь в горах Дагестана начинается Россия. Труднодоступный горный участок Терутли пограничниками изучен досконально. Кругом заснежены горы и отвесные скалы. Но невзирая на погоду и труднодоступность территории, пограничный наряд выдвигается в горы. На заставе тревога нарушитель на этот раз учебный четвероногий напарник по кличке Бонд не Джеймс. И все же он один из лучших в своем деле. С нарушителем не церемониться, а вот с хозяином очень добр и понимает каждое слово. Собаку надо подходить с самого щенка, надо получить миссию в 4-5 и находить общий язык. И потом потихоньку трескрывать по командам. Служба на границе и семья. Миссия выполнима. Для молодой семьи Тютеревых пограничная жизнь на Кавказе только начинается. Профессиональный лингвист Анастасия с дагестанскими языками уже познакомилась. Квартира обустроена, здесь порядок и уют. Все условия для того, чтобы супруг мог отдохнуть после напряженного рабочего дня. Переехали недавно, в декабре месяце с Мурманска. Нас перевели сюда. Конечно, после него дагестан, кажется, совершенно другим. Там было холодно, здесь очень тепло. И вообще атмосфера вся, и люди другие. Но мне нравится. На погранзаставе службы несет и прекрасный пол. Рабочий день по темат состоит из множества дел, не терпящих отлагательств. Ее спасительные навыки должны быть практически безграничными при несчастном случае и любой другой критической ситуации. Заключается моя работа, в первую очередь, это санитарное состояние подразделения, осмотр водителей, предрейсовый осмотр водителей, еще осмотр поваров каждое утро перед заступлением на наличие каких-нибудь инфекционных или гнойных патологий, инфекций. Далеко все-таки, в горах, не в городе. Как вообще для тебя это? Я к этому уже привыкла. В этом ничего такого страшного нет. Наоборот, где-то что-то увлекательное, где-то что-то новое. Я всегда любила, в принципе, риск. Поэтому я свое нашла, можно сказать, здесь. Отделение Терутли до смены места дислокации было известно как «Застава Мокок». Командовал ею герой России капитан Радим Халиков, трагически погибший вместе с девятерыми подчиненными 15 декабря 2003 года в бою с бандой Руслана Гилаева. О подвиге своих предшественников Терутли знает каждый сотрудник. Понимая, насколько ответственна эта служба, каждый из защитников рубежей несет боевую вакту с честью. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Суньцинский район.